Один сезон закончен, другой опять под сомнением. Игроки хоккейного клуба «Родина» начинают тренировки без всякой уверенности в том, что уже этой осенью смогут играть за родную команду. Мы с оператором Данилом Кочкиным на месте узнали, в чем причина таких пессимистичных настроений. Смотрите, вон трубки. Это трубки и дыра туда. Вот дыра какая. И это везде по всему полю. Дыры в покрытии и самоповерхность поля, как стиральная доска. При этом «Родина» – один из самых посещаемых стадионов в Кирове, рассказывает его директор и глава попечительского совета хоккейного клуба с одноименным названием. Рассказывают и показывают, в каких условиях приходится тренироваться игрокам клуба и начинающим спортсменам. Посмотрите. Это самый лучший кабинет. Внутри под трибуных помещений картина еще хуже. Вот здесь, к примеру, после тренировки начинающие хоккеисты принимают душ. Рядом помещение для различного инвентаря. Все что есть для обслуживания стадиона. А это зал для тренировок. Это там наверху. Болельщики «Родины» ждут от родной команды результатов и новых побед. А начинается все здесь, под трибунами, в помещении, похожем на склеп. Трибун просто поразил все стены. А это уже болезнь, она неизлечимая. Неизлечимым кажется сегодня и финансовое положение хоккейного клуба «Родина». Еще в начале сезона с трудом были найдены средства на участие в чемпионате страны. Играли, заняли последнее место. Но не все зависит от самих игроков и тренерского состава, говорят представители клуба. Нужны условия для подготовки. А вопреки, бороться здесь все уже устали. Впереди новый сезон и опять неопределенность. То же поле стадиона пригодно. Для тренировок лишь в зимний период. Дико читать вчера статью про 600 миллионов рублей, которые ищут на трамплин. А в городе единственный стадион, который собирает зрителей на матчи, находится в состоянии, знаете, прямо скажу, засраного городского туалета. Создание попечительского совета кардинально проблему не решило. Те же долги по зарплате хоть удалось сократить, но еще остаются. Ком финансовых проблем тянется уже с 2011 года. Обсуждают проблемы «Родины» общественники. Говорят о них и власти. Реальных дел пока не видно. Тем временем уже открыто трансферное окно среди команд Суперлиги. Потерять «Родина» сейчас может больше, чем просто деньги. Зная эту ситуацию в нашем клубе, сейчас все другие клубы, которые хотят усилиться, звонят, предлагают им какие-то условия. И, в принципе, ребята уже, можно сказать, на чемоданах готовы сорваться и уехать. Кто, например? Ну, на данный момент есть предложение, я думаю, что и у Михаила Жданова, есть предложение у Жени Левухина, у Андрея Клобукова. То есть, с учетом того, что если в том сезоне мы потеряли 6 хоккеистов, то есть, прибавить еще 6-7, то, наверное, уже все мы, ничего там не останется у нас. Надежда, впрочем, «Родины» еще остается. Глава региона Игорь Васильев в личных встречах с руководством клуба дал понять, что решать проблемы хоккеистов нужно. Вот все, что на данный момент известно о будущем кировского хоккея с мячом. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бероновостей, Давичи.